Всем привет! В этом видео мы рассмотрим с вами новинку от компании CoilArt. Это Mage Combo, так называемый RDTA-RDA, то есть возможность использовать в режиме дрипки и также в режиме дрипкомбака. Очень такой вот интересный девайс, как мне показалось, но все-таки нашлось довольно-таки большое количество минусов, я бы даже сказал огромное количество минусов. И, к сожалению, есть в данном девайсе довольно серьезные проблемы. Ну, давайте начнем по традиции с коробки. Приходит данный девайс в картонной коробке, как и многие другие баки или Genesis Tank Atomizer. Указаны социальные сети, указаны варианты расцветки, в данном случае черные, ну и также диаметр и количество жидкости. Комплектация, проверочный код на подлинность, ну и внутри вот такая вот коробочка. В комплекте можно найти запасное стекло, отвертку, также велосиподобные стойки, также комплект запасных орингов, ну и именной Wayband. И также вот такой вот переходник, который позволяет сделать из RDTA обычную дрипку. Диаметр 24 мм, высота в режиме RDTA 47,5 мм, вес в режиме RDTA 48,5 грамм. В режиме RDTA вес составит всего лишь 40 грамм. Начнем мы с нижней вот этой части, основание для режима RDTA, то есть вот такая вот как бы база с насечками. Туда по резьбе вверх вкручивается самая база, снизу различная информация. Пин в данном случае не будет регулироваться. Так называемый топ-кэп по совместительству с регулировкой обдува. Из минусов нельзя поставить сюда свой дриптип. Ну и также мы видим по 4 отверстия, с каждой стороны нету режима одной спиральки. Верхняя часть она из пластика, вот нижнее колечко она уже из металла. Регулировать можем как открыв все 4 отверстия, так открыв только одно отверстие. Также можем открутить вот эту пластиковую часть, и у нас остается внутри само металлическое колечко. Есть специальные насечки, чтобы это все удобно раскручивалось. Юбочная часть, боковая юбка имеет вот такую гравировку. С каждой стороны по 4 отверстия бокового обдува и также овальное отверстие нижнего обдува. Довольно все неплохо, равномерно прокрашено, ну и в принципе обработка, я думаю, должна быть вполне достойной. Изначально вот такие замечательные стойки, которые подпружинены, они мне понравились куда больше, нежели велосьте стойки. Также на базе видим нижний обдув, 4 отверстия для укладки ваты, ну и снизу вот такой вот плюсовой контакт. Преимущество этих стойк заключается в том, что у них вот эти планки, они подпружинены. Преимущество этих стойк. Давайте посмотрим, каким образом можно из РДТ сделать так называемую дрипку. Выкручиваем базу, оставляем вот эту нижнюю часть, которую я только что рассматривал, и берем, накручиваем переходник для режима дрипки. Снизу на базе, обратите внимание, присутствуют все нужные ринги. Это для того, чтобы не просочилась жидкость. Накручиваем это дело плотно и получаем самую обыкновенную дрипку. Минус такого режима заключается в том, что дрипка будет очень такая вот, с такой маленькой ванночкой. Такие вот велосипедные стойки. Берем плюсовую стойку, она будет немного меньше минусового. Надеваем такой вот изолятор. После чего мы берем плюсовую стойку, точнее минусовую, и устанавливаем ее вот таким вот образом. Устанавливаем плюсовую, и затем уже начинаем все это дело зажимать винтом. Минус такого решения, минус вообще велосипедной стойки, то, что плюсовая стойка, она будет... То есть, стойка, как бы я ни пытался установить, плюсовая стойка устанавливается криво. Сейчас это будет заметно вот таким вот образом. Ну, совершенно непонятно. Такое вот решение. Плюсовая стойка у нас наклоняется на бок, и никак этот момент мне убрать не удалось. То есть, изначально неправильно была нарезана резьба в данной стойке, поэтому велосипедные стойки я использовать не решился. Также я намотал две спирали с сопротивлением 0,1 Ом, и использовал я где-то на 120 Ваттах. Это два Allianz Wave Flat, две довольно тяжелые спиральки. Но на 120 Ваттах они разогреваются довольно быстро. Также из режима дрипки можно довольно легко переделать в режим дрипка бака. Берем вату, затем ее просто укладываем в проточке. При этом заправка у данного девайса совершенно непонятная. То есть, нам придется либо освобождать одну проточку, либо выкручивать вот эту верхнюю часть и заливать уже вовнутрь. Совершенно непонятная для меня заправка. Ну, давайте уже перейдем к минусам данного девайса. Из минусов я отмечу кривизну плюсовой стойки. Если мы используем велости стойки, это непонятную заправку. Также из минусов не совсем мне понравилось качество рингов. Они как бы не совсем плотно прилегают, очень легко могут слететь в данной ринге. Ну и также еще из минусов я отмечу то, что вкусопередача как-то мне не совсем понравилась. Использовал я только нижний обдув, прикрытый наполовину. Ну и как по мне, такие вот вкусовые дрипки, как та же Петрия, будут намного вкуснее. Из минусов можно отметить те два момента. То, что не подходят сюда ваши дриптипы. Ну и также нельзя регулировать только маковой обдув. То есть нижний обдув будет в любом случае в открытом положении. Вот за это все я могу поставить минусы. Также отсутствие режима одной спирали, в отличие от конкурентов, там от Limitless, в котором присутствуют заглушки, здесь такой возможности нет. Если говорить о плюсе, очень неплохой навал. Здесь вот эти четыре отверстия, плюс нижний обдув очень замечательно сказываются. Мой бокс-мот IPV8 довольно-таки сильно нагрелся на 130 ваттах. Но при этом пар я бы не назвал горячим. То есть с обдувом таких спиралей, которые вы видели, справляется данный девайс очень неплохо. В общем, за навал будет плюс. Также плюс будет за дизайн. Ну и еще один плюс я поставлю за родные стойки, которые очень прикольные, с подпружиненными планками. В общем, вот за это я поставлю плюс. Комплектация, она довольно-таки неплохая, но учитывая то, что у нас идет в комплекте непонятный вот этот переходник для режима дрипки, в котором хватает всего где-то на 5-6 затяжек, я за комплектацию все-таки никак не могу похвалить данный набор. Также велосьте стойки кривые. В общем, за комплектацию наоборот даже, я думаю, будет минус. На этом у меня все, друзья. Вот так вот смотрится данный девайс с AdjustMS. Довольно-таки неплохая связка, но данный девайс, а именно, Mage Combo, я к покупке не рекомендую. Слишком много минусов. Лучше взять что-то привычное от Joy. На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok